ну вот все вышеназванные это как бы может сказать одна группа да да одна группа остальной китай и китай это отдельная система отдельная кто еще один система так ты можешь любое современное государство отнести к отдельной системе давайте говорить про тех которые реально на сегодняшний день на что-то влияет что-то влияет этого немного у всех такие небольшие зоны влияния глобальная зуб глобальное влияние это британский клуб делим мы его там наденна на британию и америку или мы их рассматриваем пакетом вот это глобальный игрок остальные даже при наличии инструмента китай отрабатывать свою схему он не занимается а вот то что он сейчас начал путь новый строить это это стратегия говорю не занимается тактика он занимается стратегией он просто отрабатывает свои механизмы защищает щупальца свои все а британцы же непосредственно рулят британцы работают в рамках интрига китай просто в рамках стратегии положит карту сверху на все а британцы как муравьи они там строят свое здесь свое строят я уже запутался так кто из них главнее кто карту сверху на все это ложит рулит всегда британия она жену за на китай складывала и как бы попытки будут продолжаться британцы складывали китай вот у британии в один прекрасный момент уровень организации стал больше чем у всего мира когда они вышли на технологический капитальный уровень они в те времена не усилили свое влияние по миру экономическое просто стали отрабатывать целью отрабатывать из россии он золото вывозили целенаправленно основной но они же еще не добились своих целей правильно им же кто-то противостоит тем же британцам ты имеешь ввиду вот но он на уровне и то что то что уже давным-давно называют там шахматная доска игра глобально танцы на этом уровне британцы играют с детьми вот мы дети которые не знают что взрослых есть взрослая жизнь вот на этом уровне мы противостояли британцам как мы можем противостоять британцам если у нас большинство населения не понимает что происходит значит большинство спецслужб не понимает что такое вот давайте попробуем расставить вот эти основные моменты чтобы хоть хоть чуть-чуть началось понимание но мы за это говорили самые моменты это надо понимать вот как вот мальчик допустим с кавказа носит на себе майку флагом британии вот считаю что это круто да он понимаешь что половина его родственников умерла из-за британцев предков или не понимают не понимают дальше он один русский мальчик но и дносят украинский мальчик вот украине понимаешь что никакого коммунизма бы не припелось к нему страну если бы британцы это не сделали и было бы никакого голодомора там ничего вот этого бы не было никто бы не ломал это все вот это не понимает Русские не понимают, что Гитлер пришел не сам. Гитлера прислали британцы. Никакого бы Гитлера не было, если бы его британцы не вырастили. То есть непосредственно геноцид прошел по нашему народу, по немецкому народу. По очень большой массе народов. Прошел конкретный геноцид. Виновники, которые британцы. И мы не можем им сказать спасибо. Мы просто даже обозначить не можем. И следует на следующую плюху, мы просто поставляем рожу свою. Нас опять бьют, мы не участвуем в этой войне. Мы участвуем уже непосредственно в боевых действиях, которые будут на месте. На нашей территории мы будем там воевать. А на организаторском уровне мы не участвуем. Японцы, когда последняя вот эта война Российской империи и русско-японская, ее устроили британцы. Они бедным японцам поставили флот, превышающий российский флот. А дальше уже делать техники, чтобы началась война. Я не понимаю, что если Россия в этой конфигурации останется без боевых кораблей, она не сможет удерживать те-то позиции, те-то и те-то на той же территории Китая в тот момент. Это все понятно. И японцы получают от британцев кредиты в форме товарного насыщения в виде кораблей. Дальше небольшой легкий маневр напрямую или через американцев, и начинается война. Все. Это простые вещи, которые происходят. То есть, по сути, британцы постоянно где-то устраивают войны, чтобы только их страна, сидя в тишине, развивалась и стояла над всеми. А все остальные все время себя только кто-то поднялся, ослаб из-за войны, да? Да. Если упрощенно. Они перехватывают инструменты управления. Иногда их долго удерживают, иногда постоянно их удерживают. И что, вообще никто им не может противостоять нормально? А никто не воспринимает это. Чтобы противостоять, тебе надо это понимать. Вот представь, тебе надавали поружие, а ты не знаешь, что тебе надавал. Ну, понимать мало. Ну, вот мы понимаем. Мы что? Понимать мало, надо что-то делать. Ты начинаешь вести этому сопротивление. Ну, допустим, если бы наш МИД сейчас рассказывал, что по этой ситуации, товарищи Германия, речь о вашем информационном суверенитете, мы сможем с вами решать какие-то вопросы вот в этом направлении, ну, давайте вот эти вопросы решать независимо от британцев. Вы можете независимо решать? Тогда немцы будут, почему они нам про британцев вопросы задают? А тут так-то, так-то. Это вынесется на обсуждение хотя бы. Через МИУ можем показывать, что вы сейчас на нас кидаетесь, потому что британцы вам сказали. Вот британцы несколько месяцев разводили вот этот скандал с отравляющими веществами, который чисто на британских картах игральных был, да? И дальше в этот процесс уже включены, и пошли остальные страны, да? Проект чисто британский. Но поскольку он был там три месяца назад, и сейчас на этом не застряется внимание, да? Этого никто не воспринимает, как британский проект. Хотя все пронизано Британией, все продолжается. Дальше к вот этим навальнянским проектам добавляются конкретные конфигурации на Земле в плане боевых возможностей, да? Когда на Украине вот это формируется силовой корпус и воспитывается, продолжается, продолжается, продолжается. Это всеобщая схема, которая движется на Третью мировую войну, на русскую Третью войну. И кто у нас это понимает? Кто об этом говорит? Никто об этом не говорит. А у России вообще на сегодняшний день враги есть какие-то? Ну вот официально. Раньше даже Китай, по-моему, считался потенциальным противником. А сейчас есть кто-то? Или все партнеры? Официально у нас, я так понимаю, все партнеры. Но, грубо говоря, не только для России, для любого государства мира, любой британский гражданин на территории – это враг. Потому что статус любого британского гражданина – это агент Британии. Это вот прям вот как у нас гражданский паспорт, гражданин, да? А у них любой британин всегда агент. Агент влияния. Он не может быть независимым. Британцу придет время, придут местные его же кадры и скажут, давай сделаем вот здесь-то так-то. Все. Он агент. Он, безусловно, готов к участию. И это столетняя традиция. Поэтому ты должен воспринимать любого британского человека на своей земле, как агента. Без вариантов. Если о врагах речь. Ну, если вот кто-то вам медленно пилой отпиливает голову, отпиливает, отпиливает, отпиливает несколько столетий, как вы должны воспринимать эту организацию, да? Дальше. Это вот наша территория, да? Наши взаимоотношения с британцами. Дальше. Собственно, евреи и британцы. Как должны евреи и британцев воспринимать? Они же не воспринимают, они же не знают, что с ними британцы делают. Что вот эти холокосты, там, уничтожение евреев и так далее, что это чисто британский проект, они же не знают, да? Они на немцев обижаются. А немцы тут как собака, им сказали фас. А для чего они так сказали? Ну, ты представь, какие пироги. И кто снял вот эти вот деньги с еврейской диаспоры, которая находилась в Европе? Куда она дала деньги все? Куда? Куда? Благополучатель, кто у нас в войны? Британия и Америка, все. Америка у нас под протекторатом Британии. Псевдодемократия, которая находится под гельминтным управлением. Финансовая система пронизана британцами. Степень влияния, ее даже представить трудно. Скорее всего, степень влияния Британии на мировую экономику следующая. На примере с пчелами. Вот невыгодно же собирать пыльцу, там, цветов, да, нектарств, цветов. Это делают пчелы, да. Они сидят в домиках. У пчел забирают пчеловеды мед, да. Тебе у пчеловодов выгодно мед собирать? Невыгодно. Дай возможность им продать, да, собери у них деньги. Тебе самому этим заниматься выгодно, невыгодно. Поставь людей, которые будут заниматься этим. Будут собирать пчеловодов. И на них поставь начальников, и уже у самых последних будешь деньги собирать ты. Грубо говоря, весь этот бизнес, как бы деньги не распределялись по планете, тебе выгодно собирать, чтобы они скапливались у нескольких наверхушки человек, и ты собирал уже деньги у них. Как вот проще уже забрать деньги у Билла Гейтса, там, да? Ну да. Проще с кем-то одним работать. У последних ребятишек. Но они же отдают деньги. И Билл Гейтс отдает деньги. Какие-то фонды, там, нормальными пропорциями. И Цукерберг отдают от Фейсбук. И они денежки отдают, в конечном итоге. Построить эту систему, по крайней мере, вот так вот выгоднее. Вероятно, всего, она так и работает. Продолжение следует... Продолжение следует...